Дорогие господа и товарищи, я поздравляю вас с приближающимся праздником Великой Актерской Социалистической Революции. С дорогим для моего буржуазного белогвардейского сердца днём 7 ноября. Потому что без 7 ноября нас, белогвардейцев, не было бы. И вас тоже не было бы, и красных не было бы, и белых не было бы, и националистов буржуазных и небуржуазных не было. Вообще ничего не было бы, если бы Ленин не устроил эту революцию, если бы не началась гражданская война, не погубили царскую семью, не замучили кучу людей, представьте себе, ничего бы этого не было. Все эти жертвы были принесены только для того, чтобы мы с вами счастливо жили, приносили новые жертвы и делали всё для того, чтобы сами не стать жертвами. Революция, сколько бы её ни ругали, не могла не произойти. И для неё всё созвело. Всем надоело к тому времени, что сын царя становился царём. Хотелось где-то подсознательно красного царя Сталина. Хотелось всеобщего образования. И при том же Сталине всеобщее образование появилось. Хотелось дворянскую усадьбу, хотелось поджечь. А тем, у кого дворянская усадьба была, им хотелось застрелить того, кто пришёл к усадьбу поджигать. В общем, всем на самом деле этой революции хотелось. И относиться к ней нужно легко, весело, как событие, которое породило множество фильмов, множество книг. Нас с вами превратило нынешнюю коммунистическую партию в тоже буржуазную организацию. В организацию скрытых агентов мирового капитала в лице Симоненко и его приспешников. Был бы я Сталином, сами знаете, как бы я с ними поступил, с этими нынешними коммунистами. Но я же не Сталин. И поэтому я вас от всей души поздравляю с 7 ноября. Выпейте в честь этого праздника нашего буржуазного шампанского. Желательно даже не советского, а французского. Вдалу Кликов, как пил мой прадед белосбардейский офицер.